Минстрой сократил планы по вводу нового жилья. Минстрой внесет изменения в паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» на ближайшие три года, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании Президиума Общественного Совета при ведомстве. Фото, Сергей Мальгавко, ТАСС. Прогнозный показатель ввода жилья на 2019 год будет снижен с 88 миллионов до 72,26 миллиона квадратных метров, на 2020 год с 98 до 75,53, на 2021 год с 94 до 79,89. В прошлом году планировался ввод 86 миллионов квадратных метров, фактический показатель сложился на уровне 75,3 миллиона. Главная цель строительства до 120 миллионов метров к 2024 году остается в силе. Прошлый год стал удачным с точки зрения продаж жилья на первичном рынке, сообщил гендиректор дом.рф Александр Плутник. Продано на 50% больше квартир, чем в прошлом году. Лучше всего, в среднем на 30-40% быстрее, шли продажи квартир в развитой городской среде. Минус. Эксперты рассказали, у каких застройщиков не стоит покупать квартиры. Ранее в Минстре заявляли, что 30% застройщиков столкнется с проблемами при переходе на проектное финансирование и эскроу-счета. Александр Плутник сообщил, что речь идет о жилых проектах площадью 15 миллионов квадратных метров. Он разъяснил, что часть строительных организаций не сможет договориться с банками о кредитовании и среди них будут дефолтные проекты. Но если мы окажем им финансовую поддержку, то потери будут гораздо ниже, предложил он. Дом.рф нашел способ снизить ставки по ипотеке. Так, 1,52% снижения может дать развитие вторичного рынка ипотечных ценных бумаг в перспективе трех лет. Это станет возможным за счет того, что банкам будет предоставлен наиболее доступный инструмент фондирования, что и отразится на стоимости ипотеки. Председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отметил, что дом.рф мог бы заняться кредитованием банкротящихся лифтостроительных заводов, сейчас сложности есть у Серпуховского и Карачаровского заводов. Ставки по ипотеке могут снизить на 1,52% развитие рынка ипотечных ценных бумаг. Нагрузка на лифтостроительные заводы последние годы растет. В 2018 году контракты заключены на установку более 15 тысяч лифтов. Всего замена лифтов идет в 76 субъектах. Годом ранее в замене подъемников участвовало на 20 регионов меньше. Лидерами по замене лифтов стали Московская, Белгородская, Свердловская, Нижегородская, Калужская, Иркутская, Ленинградская, Волгоградская, Кемеровская, Оренбургская области, Санкт-Петербург, Красноярский край, Краснодарский, Пермский край и Республика Башкортостан. При этом 35% лифтов идет на замену по ускоренному механизму с рассрочкой оплаты. Экономика, недвижимость, правительство, Минстрой.